Наверное, нет такого человека, который, прогуливаясь по улицам или парковым аллеям в своем городе, не обратил бы внимания на необъяснимые раны пожелтевшие листья каштанов. Эти деревья обычно сохраняют свою зелень до первых заморозков. Но сегодня, в начале августа, многие успели заметить, что осень в некоторые районы города пришла значительно раньше. Вот улица Новоселов. Здесь длинная каштановая аллея в один миг пожелтела. А это центр города. И здесь такая же ситуация. Красивые и могучие деревья стали желтыми. По этому поводу люди бьют тревогу и выдвигают самые разные версии. Начиная от экологической катастрофы планетарного масштаба, заканчивая тем, что это промысел божий. Действительность же, как всегда, намного прозаичнее. Ну, это связано с тем, что родина Каштана – Северная Америка. А мы знаем, что там в большинстве мест влажный атлантический климат. И воздух всегда влажный. В Рязани в июне, в июле были такие дни, когда температура была свыше 30 градусов, не было ни капли дождя, и воздух был очень сухой. В этот момент каштаны получили просто ожоги, потому что им не хватило воды, их никто не поливал. Если каштан поливать, то он сохраняет кайму листьев зеленой, как и положено. Еще одна причина каштановой беды – паразит, так называемая минирующая моль. Крошечное насекомое размером с соринку прокладывает ходы и выедает в листьях внутренний слой хлорофила, откладывая яйца. Если выяснится, что действительно городские каштаны атаковали насекомые, понадобится усилие многих добровольцев, потому что уничтожить минирующую моль можно только осенью, собрав под всеми без исключения деревьями листву, в которой зимуют личинки. С одного килограмма сухой листвы можно собрать до 140 тысяч особей насекомых. Возьмутся ли за это городские коммунальщики? Пока остается под вопросом. Впрочем, на данный момент необходимо установить точную причину заболевания деревьев и потом уже думать над решением этой проблемы.